Я слушаю, говорите. От мусульманина, в общем, он говорит, ну, разговор у нас с ним был по поводу истинности, писания, он говорит, вот, говорит, я лично своими глазами видел, как, ну, вот, бесноватого человека, когда читать начинают Коран, он там весь извивается, там начинает кричать, в общем, из него вот это вот всё, как бы там выходит, типа, вот как так, если это... Ну, он часто видит это? Ну, видел, говорит, там... А я пять лет вижу, пять лет вижу, примерно десять тысяч передо мной прошло, и всех корёжит. Как я перекрещусь, он до этого улыбается, всё, я только перекрещусь, Библию покажи, он как заорёт, прямо хлобыщет его пол. А что он видел, я ему как могу верить? Да мало ли, что сатана может имитировать. Одного видел, а я тысячи видел, не сотни, тысячи. Притом, я их сразу узнаю, только крестное знамение покажешь, его начинает крутить, он прям весит себя, или выхлапывает, уходит сразу. Библию покажу, до этого смотрят, покажу их книгу, во, 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 а сам не считал, не знает, его так научили. На одной стороне считает так-то, говорит, а на другой не знает, я говорю, а там баран написано. Две тысячи шестьсот человек из них прошло, в прошлом году передо мной, ни один не считал, я повторяю, ни один не считал вот эту книгу. Вот. Ни один. И ни один не знает, что тут написано. Самое главное для них, это пятая сура Аль-Майда, трапеза, и шестьдесят восьмой аят, где говорится, что Всевышний Бог дал нам, христианам, людям Писания, таурет, то есть Тору, пятикнижа Моисеева, и инжил. И инжил означает Евангелие. Я говорю, ваша книга меня одобряет, только что я поступал по ней, а в вашей книге у вас написано, что вы антихристы, христа не знаете, нет рождения свыше. Единственное, что ваше достижение, это блуд. У нас даже за блуд не считается, за безумие. Ему на том свете, там, сорок или сколько гури будет на каждую ночь. Чего они так уж это обезумели в этом? И здесь, что в четыре жены, четвёртая сура, третий аят говорит об этом. Ты с одной поправься-то. Может разводиться хоть двести раз. Один говорит, двухсотая свадьба, но пять раз ни разу не было. Как только он другую берёт, эту успевает выгнать. У неё никаких прав нету, поэтому она вся в монетах. В дом заходить уже нельзя, если ребёнка нету. Он соседу только крикнул через дувал, через забор этот гениный. Сосед, Махмут, я развожусь, стойшой. Слышал, третий раз. Всё, она не имеет права в дом войти. А то, когда они ходят в Мекку, Медину, камни в определённом месте берут и побивают шайтана. Сколько их людей побили? Это когда перечисляют, страшно считать. И не как-то, говорят, от центральной газеты он у меня лежит. Им ртар открыть нельзя. Сколько они христиан в мирное время показывают, фотографируют и прочее. Книгу считал, Библию считал. Пальцы режут на мелкие части вместе с мясом. Это и посыпают пеплом, чтобы не заросло. Им ртар раскрыть нельзя. На земле нет более преследующего христиан, чем их вера. Вот весь ответ. Я не прознашу никогда три слова. Нигде, никогда. Книгу их не трогаю, не критикую, ничего. Я говорю, только вы должны знать её. А они, я говорю, вы такие же, как православные, стоят столбами в храме, ничего не понимают. Так у нас хоть бывает где-то несколько слов узнают, а там ни одного слова не знают. Ни одного. Арабский язык такой же мёртвый, как у нас церковно-славянский. На нём никто не разговаривает. Ну, надо знать, просто запомни, пятая сура, 68-й аят. Всё. Я изучал их книгу от корки до корки. А оказывается, они не верят, переводу не верят. Надо только по-арабски. А как перевести? Да мне разве хоть повар блюжью пускай. Ну, да и понятно, что было. Не, нельзя. Я говорю, это я... Мне надо было Москва. Я иду в Йеменское посольство и добиваюсь там... Мне достали их, может, штук двадцать. Я людям подарил. Я не боюсь этой книги. Перевод Кулеева, Эдуарда. А он не считал, не знает я ему... Что мои знания и их книги никакой роли не играют. Я ему цитирую, говорю, какие у них учёных... Нет, вот сейчас там этот... Закир, Найк. Он лжецок. В Библии нигде не сказано, что Иисус называл себя Богом. То есть они никак Его не признают. Которая у них Иса и наш Иисус Христос, это совершенно разные персонажи. Он не знает. Я говорю, а люди-то сидят в зале-то, они вообще ничего не знают. А если бы ему кто-то Библию-то открыл, Евангелие Теяна, 13 глава, 13 стих говорит, «Вы называете Меня Господом, и Я действительно то». Это Иисус говорит. Мафома говорит, Господь мой и Бог мой. Господь не запретил ему это. Далее, иудеи говорят, вы хотите убить Меня? Они говорят, убить за что? Ты, будучи человеком, делаешь себя равным Богу. Только Бог может прощать. Сколько раз они ему говорили, а Он Бог и есть перед ними. Они вообще не соображают и ничего не знают. Единственное, что взорвают там где-то детскую площадку, как в Беслане. Сколько детей погубили там? Сколько взрослых. Но больше нигде нет взрыва. В Москве, метро, они ничего не понимают. С ними разговаривать надо только так, как говорит Евангелие. Евангелие. Меня Бог не послал опровергать разные сатанинские заблуждения. А проповедовать Евангелие. Марка, 16-15. Вам меня не слышно, наверное? Вопросов-то нет, наверное? Полное молчание. Так вы слышали, что я хоть договорил-то? Конечно, конечно. Ну ладно, а мне показалось... В 16-й курсе, в 46-й аят, что Христос принёс истинную... 64-й аят, 64-й. Да. Вот. В 46-й и 68-й аят. Да, да, в 47-й тоже. Кто там подсказывается? В 47-м прямо написано, мы и евреи, это люди Писания. Я говорю, высокую оценку даёте нам. У нас люди Писания-то и нету. Я говорю, вот такая группа, где вы православные были все, и держали такой порядок, и главное, внимание уделяли Слову Божию, святым нет больше в интернете, я думаю, нигде. Откуда бы они заходили нас с Америки, там, с Нидерлэндов, с Австралии, нигде нету. Почему? Живое семя, живое Слово, живой Бог, живой христианин. Жизнь и смерть. Я предложил вам жизнь, говорит Господь, зачем вам умирать. Так, а то хожу, всё. Боже.